Клещевой энцефалит, возвратный клещевой тиф, тулеремия, болезнь лайма, одни только названия этих заболеваний вселяют настоящий страх. Опасность не в укосе клеща, а в его последствиях. Клещевой боррелиоз и энцефалит – опасные инфекционные заболевания, причем развиваться у человека они могут одновременно и привести к серьезным осложнениям, а также нарушению работы внутренних органов. Поэтому, если не посчастливилось, познакомиться с клещами немедленно к врачу. Реутовский эпидемиолог Алексей Глуходедов о вреде укусов членистоногих знает все. Риск подхватить инфекцию очень велик. Чтобы этого не произошло, советует доктор, нужно делать прививку. Эффект будет, но только делать вакцинацию нужно заранее. Случилась схема вакцинации. Она заключается в том, что первая дача выдается через 5 месяцев, плановая, вторая дача, уже появляется иммунитет на 80%. И третья дача, когда 100% появится иммунитет, это через год после второй. Получается, человек будет привит, защитит себя только через полтора года. Иммунитет после такой прививки сохранится в течение трех лет. Но есть и другие способы защиты. Например, репелленты. Они обладают нервно-паралитическим действием и обездвиживают клеща. Врачи говорят, защиту такие средства дают, но не стопроцентную. Самая лучшая – правильно выбранная одежда. На теле должно оставаться как можно меньше открытых участков. На ногах ботинки или сапоги повыше, одежда поплотнее и светлых тонов. И обязательно что-нибудь на голову и шею. И взаимоосмотр. Идете вы с кем-то, осматриваете друг друга. Вернулись, тут же осматриваете. Это самый наиболее верный способ. Большинство тех, кто страдает от укусов клещей, в больницы не обращаются. И подвергают себя риску, считают медики. Хотя удалить насекомое можно и самостоятельно. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Главное – четко соблюдать рекомендации специалистов. Удалять его проще всего при помощи специальных приспособлений. Они продаются в аптеках, они продаются в зоомагазинах. Применение их ничего сложного не составляет. Одевается оно на головку клеща. Согласно инструкции клещ выкручивается. И ранка обрабатывается раствором какого-нибудь антисептика. Сезон клещей в Реутове уже начался. Меньше чем за месяц в поликлинике и травмпункты города обратились как минимум 14 человек. Зараженных клещей обнаружено не было, но врачи говорят – это только начало. И не исключают наплыва пациентов после праздников. Многие разъедутся по дачам и отправятся отдыхать на природу. А клещи уже давно не дремлют. И в этом году они проснулись раньше обычного. На Никольском кладбище у братской могилы прошел траурный митинг. Ветераны, дети войны, школьники и горожане возложили цветы к монументу и почтили минуты молчания память погибших фронтовиков в Великой Отечественной войне. Здесь похоронены солдаты, которые умерли от тяжелых ранений в Реутовских госпиталях. Ученики взяли на себя шефство над братской могилой, постоянно следят за порядком на территории, а недавно установили новую мемориальную плиту с фамилиями 11 солдат, судьба которых долгое время была неизвестной. Имена воинов ученики установили во время поисковых экспедиций. Праздник начнется с самого утра. Центром торжеств станет вечный огонь. В 10 утра здесь, на мемориале славы, пройдет акция «Наша общая победа». А на площади у администрации 9 мая откроется настоящий музей под открытым небом. Здесь появится макет самолета Як-9, миномет, Катюша, танк Т-70 и другая военная техника. Посмотреть на нее рютовчане смогут с 10 утра. Торжественный митинг «Я помню, я горжусь» посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне начнется в 14.00. По традиции, с возложением цветов к вечному огню и парадом военнослужащих дивизии Дзержинского. После НИПО по Реутову пройдет бессмертный полк. Сегодня уже напечатано более 800 фотографий, а к 9 маю выйдут более тысячи фотографий с транспарантами на бессмертный полк. Вот они, герои. За каждой фотографией своя история. За каждым снимком подвиг. Этих людей уже нет в живых. Но 9 мая они вместе с нами, внуками и правнуками пройдут по городам всей страны. 100-тысячная армия бессмертного полка, ковавшая победу. 9 мая в 15.00 со всей России в нашем городе будет проходить бессмертный полк. Начало от нашего вечного огня, от мемориала славы реутовцам, погибшие за Отечество. Реутовчане, чьи деды и прадеды не дожили до сегодняшнего дня, пройдут с портретами фронтовиков. По улице Победы, через Ашхабадскую на Новую, потом на улицу Ленина и снова к мемориалу. Пешеходная зона возле МКДЦ 9 мая тоже оживет. В 16.00 после того, как завершится шествие бессмертного полка, здесь на площади можно будет попробовать солдатскую кашу. А для реутовчан выступят творческие коллективы. Праздничная программа запланирована и для жителей южной части Реутова. Здесь основные мероприятия пройдут в городском парке. Утром для самых юных реутовчан начнется анимационная программа. Для ребят чуть постарше на аллеях парка пройдут мастер-классы. В 4 часа в городском парке можно будет сдать нормы ГТО и поучаствовать в исторической викторине. С 20.00 до 22.00 у нас планируется реализация акции «Кемтеатр под открытым небом». В этом году объявлен, 2016 год объявлен годом кино, поэтому мы подключаемся к общеобластной акции. И старые добрые советские фильмы о героических подвигах, о героических людях жители нашего города смогут посмотреть в городском парке. Здесь же в парке состоится праздничный концерт. В 20.00 откроет свои двери ретро-танцплощадка. Завершится День Победы праздничным салютом. В этом году он будет и на северной, и на южной части города. Ровно в 22.00 небо над Реутовым осветят десятки залпов фейерверков. В молодежном центре прошел открытый урок о Реутове в годы Великой Отечественной войны. Материал для этой лекции по крупицам собирали ученики, педагоги и сотрудники городского музея. И вот несколько фактов, с которыми познакомили школьников. Более 4 тысяч реутовчан в 41-м ушли на фронт, и около тысячи из них погибли в боях. И это при том, что население города в то время не превышало 15 тысяч человек. Школьники также могли познакомиться с архивными документами, фотографиями и письмами военных лет. На открытый урок пригласили ветеранов. Глава Реутова Сергей Юров поздравил их с наступающим Днем Победы. Хочется поприветствовать наших с вами ветеранов, которые сегодня с нами здесь присутствуют. В очередной раз сказать им славу благодарности и низкий поклон за ваш подвиг. За то, что несмотря на уже солидный возраст, вы находите время и приходите к нам, приходите к ребятам в школу, ведете огромную работу. Я думаю, что, наверное, никто из наших сегодняшних жителей города не ведет такую работу, как ведете вы. После открытого урока школьники отправились к мемориалу славы, где зажгли свечи и возложили цветы к вечному огню. Многие задавали вопросы ветеранам о военном времени и делали с ними фото на память. Сегодня утром, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода до плюс 13. К полудню и вовсе 18 градусов тепла. Правда, пройдут кратковременные дожди. К ноте столбики термометров покажут 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. КОНЕЦ